Солнечные дни В первую очередь кожа должна выглядеть свежей и здоровой. Летом рекомендуется использовать легкие тональные основы с увлажняющим эффектом. Поэтому мы воспользовались оттеночным кремом, который поможет нам выровнять тон и будет ухаживать за нашей кожей. Наносим его от Централ Баг периферии с помощью кисти. Не забываем про кожу вокруг глаз и века. Далее точечно наносим консилер в зоне вокруг глаз и на носогубные складки. Растушевываем пальцы. Легкими движениями наносим минеральную рассыпчатую пудру тонким слоем. Затем выбираем оттенок пудры темнее и наносим его на скулы. Для того, чтобы оттенок выглядел более натурально, предварительно стряхиваем кисть или снимаем пигмент с кисти на руку. Затем бровям ухоженный вид и естественную густоту. Для этого нам идеально подойдет карандаш для бровей. Теперь задаем нашей коже сияние и мерцание. Для этого нам понадобится кремовый иллюминатор. Наносим его на верхнюю часть скул под бровь и по верхнему контуру губ. Важно! Аккуратно втушевываем пальчиком промакивающими и вбивающими движениями. Румяну набираем на кисть, убираем остатки на руку и наносим на яблочки. Для этого нам нужно улыбнуться. Приступим к макияжу глаз. Бронзовый оттенок теней наносим до середины подвижного века. При этом пик цвета должен оставаться на внешнем уголке глаза. Этот же цвет наносим на нижнее веко. Тщательно растушевываем границы. Бежево-розовый оттенок наносим на внутренний уголок и под бровь. С жидкой подводкой по ресничному контуру мы прорисовываем стрелку. Осталось только прокрасить реснички. Используем объемную тушь, наносим в несколько слоев. Для того, чтобы наши губы не были сухими, использую помаду и блеск. Сперва наношу помаду кистью, а затем блеск. Это придаст нашим губам соблазнительность. И вот наш летний образ завершен. Он идеально подходит для встреч с подругами или пикника с друзьями. При свете солнечных лучей вы будете неотразимы. Подписывайтесь на наш канал и следите за новинками. До скорых встреч! Далее точечно наносим консилер в зоне вокруг глаз и на носогубные складки. Растушевываем пальцы. Легкими движениями наносим минеральную рассыпчатую пудру тонким слоем. Вот они, наконец-то эти солнечные дни. Не могу я сидеть в студии в такую погоду, поэтому решила выбраться на природу и создать новый летний образ мейкап. Основной особенностью летнего макияжа является использование светоотражающих текстур. В данном случае их чем больше, тем лучше, но не нужно злоупотреблять ими. В первую очередь кожа должна выглядеть свежей и здоровой. Летом рекомендуется использовать легкие тональные основы с увлажняющим эффектом. Поэтому мы воспользовались оттеночным кремом, который поможет нам выровнять тон и будет ухаживать за нашей кожей. Наносим его от центра лбак периферии с помощью кисти. Не забываем про кожу вокруг глаз и века. Он должен оставаться на внешнем уголке глаза. Этот же цвет наносим на нижнее веко. Тщательно растушевываем границы. Бежево-розовый оттенок наносим на внутренний уголок и под бровь. С жидкой подводкой по ресничному контуру мы прорисовываем стрелку. Осталось только прокрасить реснички. Для этого нам понадобится кремовый иллюминатор. Наносим его на верхнюю часть скул под бровь и по верхнему контуру губ. Важно! Аккуратно втушевываем пальчиком промакивающими и вбивающими движениями. Румяны набираем на кисть, убираем остатки на руку и наносим на яблочки. Для этого нам нужно улыбнуться. Приступим к макияжу глаз. Бронзовый оттенок теней наносим до середины подвижного века. При этом пик цвета... Затем выбираем оттенок пудры темнее и наносим его на скулы. Для того, чтобы оттенок выглядел более натурально, предварительно стряхиваем кисть или снимаем пигмент с кисти на руку. Затем бровям ухоженный вид и естественную густоту. Для этого нам идеально подойдет карандаш для бровей. Теперь задаем нашей коже сияние и мерцание. Субтитры создавал DimaTorzok